в последнее время у нас опять заговорили о модернизации для людей которые занимаются историей науки особенно истории науки об афроазиатском мире это звучит странно потому что если говорить о модернизации как такой социологической теории то ее списали в утиль в середине 70-х годов теория модернизации возникла в 50-60 годы на волне успеха целого ряда азиатских африканских стран а затем ее немножечко подпитали первые неудачи этих стран потому что нужно было объяснить почему одни страны модернизируются то есть одни страны легко перенимают западный опыт а другие страны не перенимают и согласно теории модернизации главная причина того что некоторые страны так и не могут выйти искать на нормальный уровень это косность их население народ не тот у них самое главное господствующие группы не те костная бюрократия костные племенные вожди и так далее так далее вот убрать их и все будет хорошо однако уже в 60-е годы представители теории зависимого развития и развития слаборазвитости разгромили теории традиционного общества модернизации они показали что отсталость афроазиатского и латиноамериканского мира обусловлены интересами капитала который не может допустить конкурентов и которому нужна сырьевая специализация этих стран в начале 70-х годов сторонники теории модернизации собрали последние силы и на примере китая попытались ответить критикам восемьдесят первом году вышла последняя серьезная работа написано в рамках теории модернизации это модернизация китая под редакцией известного американского китаиста розмана но это то что сказать было бриллиант филе блестящее поражение они набрали колоссальный фактический материал который полностью опровергал их схему поэтому начале 80-х годов большинство серьезных ученых теории модернизации мертва навсегда но это что касается теории модернизации строгом смысле слова а вот слово модернизация как метафора как очень такое широкое понятие которые люди употребляют как бы по умолчанию мы знаем о чем идет речь оно осталось и вот мы используем этот термин того чтобы там сталинская модернизация петровская модернизация модернизация европы и вот здесь начинаются очень интересные вещи когда слово модернизация освободилась от теории и стало эмпирическим понятием эмпирическим обобщением здесь вышла масса интересных вещей но к сожалению с термином модернизация происходит такие превращения которые были характерны для идеологической и мифологической борьбы у нас в стране во время перестройки нам говорили во время перестройки капитализм и у всех же зажигалась красная лампочка и представлялась париж елисейские поля нью-йорк то есть под капитализмом капитализм ассоциировался с ядром капиталистической системы дело в том что капитализм это не только нью-йорк это гаити это трущобы каира лимы это трущобы манилы это наркодельцы то есть у капитализма есть теневая сторона дело в том что у модернизации есть тоже теневая сторона когда говорят общество модернизируется все думают что это общество превращается во что-то похожее во францию англии на худой конец швецию но дело в том что модернизация это не только города и промышленный капитал это не только буржуазии модернизации это например плантационные рабы это крепостные у модернизации есть теневая сторона эта теневая сторона намного больше чем светлая сторона дело в том что капитал в ходе модернизации проникая в те зоны где отсутствовал наемный труд то есть рабочие он создавал от себя до капиталистические уклады которых до него там не было например плантационное рабство на юге сша и в карибском бассейне латифундий в южной америки плантационное хозяйство на яви и наконец наше крепостное соскрепостное состояние 18 1 план 19 века это тоже модерн потому что речь шла об от награции в мировой рынок а если ты интегрируешься мировой рынок неважно сказать что и как ты производишь африканский князек который продавал своих соплеменников или иноплеменников которых он захватил на мировой рынок он функционально становился капиталистом и включался в модернизацию поляки которые сказать торговали в семнадцатом 18 веках которые искать паны закрепостили второе издание крепостничество это была тоже модернизация то есть модернизация бывает двух видов прогрессивная и регрессивная и когда вам говорят у нас будет модернизация очень хорошо какая модернизация модернизация прогрессивная с прекрасными городами или регрессивная модернизация сырьевой ориентацией с разрушением социальных Ведь, помимо всего прочего, чем в социальном плане грозит регрессивная модернизация? При регрессивной модернизации социальный распад опережает социальную организацию, и общество как таковое исчезает. Вместо него мы имеем самовоспроизводящийся процесс разложения. Так было в Китае между серединой 19-го и серединой 20-го века, пока коммунисты не пришли к власти. Так долгое время было в Индии. Такую ситуацию мы имеем в Латинской Америке. 100 лет одиночества Габриэля Гарсия Маркеса описывает общество, находящееся в состоянии инволюции. И огромная часть Латинской Америки – это самовоспроизводящийся процесс разложения. Это и есть регрессивная модернизация. Поэтому, когда нам говорят о модернизации, нужно очень внимательно смотреть. А какую модернизацию предлагают? Не все то золото, что блестит. И, наконец, последнее. Регрессивная и прогрессивная модернизация – суть модернизации капиталистической. Но дело в том, что была и антикапиталистическая модернизация, сталинская, которая в течение 10 лет создала индустриально-аграрное общество взамен аграрного общества с мощным военно-промышленным комплексом, которое смогло выиграть тяжелейшую войну. И об этом тоже не надо забывать. И, наконец, был еще один очень странный проект – модернизация без модернизации. Это футуроархаический проект Третьего Рейха, который странным образом был в технике модерновом, а в сфере общества, культуры он был абсолютно антимодерновым, антипросвещенческим. И, по сути дела, это был вызов, вот этот вот проект, он был вызовом не только модерну капиталистическому. Это был третий антиуниверсалистский бунт германского духа. Первый бунт – это Мартин Лютер, второй – романтики начала 19 века, и третий – Адольф Алаизович Гитлер. И это очень в духе германской традиции – бунт против универсализма. Но в данном случае это был бунт против просвещенческой цивилизации. В этом отношении можно сказать, что Третий Рейх пришел с одной стороны слишком рано, а с другой стороны слишком поздно. Ему либо уехать в 15-16 век, либо, как мы видим сейчас, со всякими фэнтези и прочим, и прочим, очень многие вещи из 21 века, по-видимому, Третий Рейх, футуроархаический, то есть комбинация развитой техники с демодерном, с демодернизацией, очень и очень предвосхитил. Ну, а нынешняя ситуация с модернизацией заключается в том, что под лозунгами «модернизация» в современном мире на самом деле идет демодернизация. Она идет по-разному совершенно. Для меня, например, один из главных признаков демодернизации – это создание в 1962 году на деньги Рокфеллеров экологического движения. Это был первый звоночек в послевоенном мире. Но, повторяю, главную брешь в сторону модернизации пробил Третий Рейх. И те силы, которые сейчас гонят мир по пути демодернизации, они, безусловно, многому научились у Третьего Рейха, у Аненерго.